Здравствуйте, я Дмитрий Рябов, занимаюсь ионоплазменным напылением, и это мое дело. Дмитрий Рябов в 1998 году закончил Институт экономики и культуры, но трудовую деятельность начал намного раньше. Во время учебы открыл свой автоцентр. Чуть позже, уже в 2000 году, основал другую фирму в городе Орске, занимался продажей машин и автооборудования. Но затем решил сменить свой бизнес, и в 2010 году Дмитрий Рябов уже директор компании «Титан». Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо большое, что пригласили. Мы тут с вами в тесноте, но не в обиде. А фирма ваша «Титан» у меня сразу ассоциация с юношеством, когда у нас в футбольных клубах много было «Юпитеров», «Титанов», но у вас название, что называется, само себя оправдывающее. Чем занимаетесь? Занимаемся его наплазменным напылением. Это космические технологии, российские разработки, советские тогда еще. Почему «Титан»? Потому что основной расходный материал у нас титан, металл, чистый металл, который в плазме соединяется с азотом. Получается на выходе нитрит «Титан». Нитрит «Титан» очень прочное, износоустойчивое и красивое под золото покрытие. Вообще, когда слышишь «Титан», сразу в СМП «Лависмов» вспоминается то, что Россия один из крупнейших производителей «Титана» в мире. А ваш продукт, который у вас на выходе получается, чем он принципиально от того же самого «Титана» отличается, по нему износостойкости, к примеру? Ну, «Титан» – это чистый металл. Здесь соединение, совершенно другие свойства. Кроме того, что там, как у «Титана», у «Титана», кстати, трудно добиться какого-то блеска, блестящее, красивое покрытие, имитирующее золото. Вот и эстетическая составляющая есть. Ну, кроме нитрит «Титана», еще нитрит «Циркония» есть. Вот «Циркония» еще один. Многие знают, что за металл, очень интересный. На его нитрит «Циркония» также производится в вакуумной установке. То же самое соединение с азотом. На выходе более светлое покрытие и более такое, с биологической точки зрения, очень хорошее для медицины. Слушайте, ну, в эту сферу людей случайно, наверное, не заносят, да? Как вы попали в это производство? То есть, как вообще пришла мысль его организовать? Как давно это было? Ну, ООО «Титан» организован недавно, а вообще в этой сфере работаем мы уже много лет. Мне отец этим делом начал заниматься. И несколько предприятий в городе занимались. Осталось сейчас два таких предприятий, которые занимаются похожим делом. Наш политех занимался разработками в этой области, изучением процесса. Много диссертаций было защищено на эту тему. На многих предприятиях было такое оборудование. Вот сейчас мы его усовершенствовали под свои задачи. И работаем вот уже два года вот непосредственно на этом оборудовании. То есть, бизнес у вас получается семейный, да? Семейный, да. Да. Я так понимаю, что, в принципе, производство небольшое, и при этом оно может закрывать достаточно серьезные потребности, да, в масштабах города и области. Расскажите, для кого вы делаете, что вы делаете и в каких масштабах? Ну, основная сфера – это стоматология, опять же говорю, зубопротезирование. Ну, это пока просто металлические зубы без покрытия. Потом они будут покрыты, и, как бы, вот такая недорогая альтернатива для населения. Пока на керамику, на циркониевые зубы у людей денег нет. Это, как бы, такая хорошая альтернатива, долго, надолго. Покрытие позволяет избежать массы недостатков от металлических протезов обычных. Да, вот в чем отличие от обычных металлических? Ну, то есть металл, как бы, вот эти мосты, они состоят из коронок, литков. Посередине они паяются припоем на основе серебра. Образуются гальванические пары, которые во рту, там, у человека кислят, там, ну, как, грубо говоря, батарейку. Покрываем и, как бы, убираем вот этот момент. Вот, во-первых. Во-вторых, ну, они лучше выглядят. Как ты еще остался? Так, во-вторых времен осталось, люди любят золото во рту. Вот, он не 30-антемный, конечно, уже так немножко отходит, а цирконий, светлый, примерно на, по тому, как обычные зубы человек. Он уже не так выделяет. Кто-то людей с носом оставляет, а вы с зубами, да? Мы с зубами, да. Какое количество, например, тех же самых коронок вы ежемесячно, так, если месяц, например, брать, производите? И насколько серьезно закрываете потребности? Разные объемы, но вот двое нас, конкурентов, в городе, мы закрываем где-то 80% потребностей области. Я предлагаю туда перейти сейчас непосредственно в цех, там, может быть, покажете на примере, реальном, надеясь, что у вас, собственно, тут происходит. Дмитрий, я, как всегда, в священном трепете перед всем, что сложнее молотка и отлетки. Расскажите, пожалуйста, несколько словах, что тут такое, что за процесс, как он происходит, что у вас вообще за аппаратура такая? Ну, это вот наше сердце нашей установки. Это камера вакуумная, в которой создается глубокий вакуум. Вот эти вот большие головы, три штуки, это источники плазмы, в которых в виде катодов стоят такие выточенные заготовки из титана, либо циркония. Вот, подается высокое напряжение, грубо говоря, зажигается дуга, как сварочная. Только в вакууме она вытягивается в пространстве магнитным полем. Получается, плазма соединяется все это дело с азотом, с плазмой именно, при высокой температуре. Образуется нитрит титана, который потом зубы, либо детали выступают в качестве анода, притягиваются, осаждаются на заготовке. В итоге получаем покрытие равномерное, полностью покрытое изделие вот этим износоустойчивым декоративным покрытием для того, чтобы создать не все то, что мы хотим. Вы сказали, что это разработки еще советских времен, что куча диссертаций на тему была защищена. Могу предположить, что явно ни одних коронок зубных это дело касалось? Да, конечно, изначально это было разработано для упрощения, ну, в основном режущего инструмента, то есть при металлообработке. То есть, грубо говоря, мы можем поменять пять резцов, либо использовать напыленные в такое же продолжительное время. Вот как бы для экономии в народном хозяйстве это дело и было измельчено в правиле. А как сейчас с экономией в народном хозяйстве? Обращаются ли вы к вам с подобными заказами? Сейчас с экономией как-то обходится в этом смысле не очень востребовано это дело. Но есть другие направления, которые пытаемся мы разрабатывать. Например, восстановление каких-то деталей. Давно уже думаем, бьемся над восстановлением полужирных пар в дизельных двигателях, в форсунках, либо в насосах. Как бы такая возможная сфера применения этого дела. Вы каким-то образом пытаетесь свою продукцию, свой продукт, да? Продукт своего труда продвинуть на рынке. Если да, то где? Как вообще это можно себе представить? Выставки какие-то? Выходите непосредственно. Да, мы продали выставки, во-первых, во-вторых, вот в стенах бизнес-инкубатора. Это очень удобно. Много представителей разных видов бизнеса. Вот часто люди заходят, узнают, чем занимаемся. Именно здесь такая площадка для общения. Кооперация. Кооперация, да. Вы говорите, что в принципе работа это ведется вами, да, и вашим отцом. В семейном бизнесе достаточно давно. Компания существует всего лишь пару лет. Встречаясь мы с вами в бизнес-инкубаторе, я понимаю уже, что хотя бы этим вам нужно. Государство помогло. Чем вообще еще Государство помогло или достаточно того, что оно хотя бы не мешает? Хорошо, что оно не мешает, да, это главное. И, ну, бизнес-инкубатор это очень хорошая пословие, на самом деле. Хорошие условия, низкие арендные платежи, это то, что надо. Вообще, как у вас складывается... Опять же, опять же, продвижение у нас на привлечении к участию в выставках, продвижение как производителя таких услуг. Тоже еще раз. Реально помогает? Помогает. Вы говорили, что некоторые фирмы, которые работают в Узлоке, Ворске, просто не выдержали конкуренцию, ушли с рынка. Насколько в условиях вашего рынка важно создание, скажем так, финансовой подушки безопасности и доступ к доступным деньгам, условно, скажем так? Вы обходитесь своими деньгами или привлекаете заемные средства? Ну, пока есть действующее оборудование, это хорошо, но, как бы, глядя в будущее, для обновления парка, для каких-то ремонтов, неплохими были бы там доступ к кредитам, но пока такой потребности не было у нас. Ваши коллеги по бизнес-инкубатору, некоторые, ну, скажем так, сдержаны, но все-таки радовались падению рубля, потому что стали более конкурентны, их продукция стала более конкурентной. Для вас кризис что, благо, зло или он как-то нейтрально проходит все равно? Ну, у нас в связи с кризисом, грубо говоря, упала вдвое стоимость наших работ, при том, что цена не повышалась. Вот, мы просто в нынешних условиях не можем резко их повысить, вот, ну, вслед за ростом цен на все остальное. Вот, поэтому для нас ничего хорошего в связи с кризисом не случилось. Вы уже упоминали обработку, да, деталей, в том числе для действенных двигателей. А если пофантазировать, так, чисто теоретически представить себе, где еще, в принципе, это оборудование может пригодиться? И вы, может быть, для себя находите ту область, в которой где-то, когда-то, в перспективе, к которой вы придете? Я знаю, где оно использовалось в советское время в оборонке, когда, ну, это немножко другое оборудование, но принцип тот же. Это большие установки, напылялись корпуса ракет, например, для отражения, там, радиоволн, тепловых излучений, то есть, такой, составляющая технологии стелс, да, была. Вот, в частности, у нас наш маш-завод этим занимался. Для него, как бы, и политех работал в большей мере. Вот, а так, 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 пока вот медицина, немножко вот двигатели строения, может быть. Вообще, на Западе много применяется и для декоративных целей, и для автомобилестроения, вот, например, там, гоночный автомобиль Nissan GTR. У него цилиндры, как раз, напыленные вот по такой технологии. И он с устойчивость и долгий срок службы. Дмитрий, я вам желаю, чтобы вы одними стоматологами не ограничивались, да, и жили не только за счет них, но и за счет автомобилестроителей, к примеру. Спасибо за безумно интересный разговор, и надеюсь, мы с вами еще встретимся. Спасибо, всего доброго. Вот так наработки еще советских времен несколько усовершенствованы и работают и в наше время. Будем надеяться, проработают еще не одно десятилетие. Если вы хотите рассказать про свой малый бизнес и успехи в нем, или задать вопросы относительно развития своего малого предпринимательства, пожалуйста, пишите нам на электронный адрес. Это мое дело, собакабк.ру. Мы будем горды, если кто-нибудь из вас рано или поздно скажет. Это мое дело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!